приветствую коллеги асалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен команде 3 это как выводить рекурсивно содержимое директорий причем в красивом виде и так коллеги если вы на месте если вы готовы с вас плюс мими мими проверка связи но я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циской linux profession сетюта кандидат технических наук по специальности информационные технологии но здесь я представляю университет садико где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемую лучшему поэтому присоединяйтесь и так коллеги что вам нужно сегодня для того чтобы вы за мной все повторили что вас все получилось для этого нужна самая обычная консоль linux а поэтому коллеги пожалуйста приготовьте и будем с вами начинать у меня уже собственно все готово а вот и я уже как говорится готов и так что же мы с вами будем сегодня изучать мы с вами будем изучать команду 3 команда 3 выводит содержимое директорий рекурсивно ну и самое главное в красивом виде да то есть собственно в реально красивом виде вы скажете такие же команда лс лс там минус р большое там да ну вот так вот это работает лс минус р большое и и она не очень красиво не очень красиво да вот собственно тогда и появилась команда 3 давайте сегодня поработаем с командой 3 ну и вы посмотрите как можно совсем в другом виде увидеть вот собственно содержимое всех ваших директорий и так поехали что нам необходимо что нам необходимо в первую очередь это то что утилиту 3 необходимо установить установить собственно команды для редхета fedora ubuntu open сюза перед вами вы по своей в зависимости от того какой у вас там дистрибутив можете соответственно себе это дело установить ну а я устанавливаю у меня ubuntu поэтому apt install install 3 3 3 нажимаем enter ну и собственно установилась да то есть ставится достаточно быстро и так ну теперь давайте запустим я зашел я зашел в папку где у меня где у меня много чего есть и собственно здесь я нажимаю 3 и enter и что я вижу я вижу вот такое вот красивое содержимое коллеги этаж извините меня совсем по-другому да то есть посмотрите как красиво здесь все выводится да вот таком вот виде да здесь у меня папка директория достаточно таки большая там много чего есть но вот пожалуйста смотрите как в каком виде это дело все отрисовывается совсем в другом виде я бы так сказал да вот смотрите какая иерархия там ppt т.д.д.д. вот она красотища какая на самом деле да ну не хватает уже тысячу строк терминала пути вот но тем не менее да то есть вот такая вот красотища поэтому коллеги попробуйте у себя запустить еще раз опять install 3 потом запускаем 3 и смотрим какое же красивое содержимое всего этого дела ну и давайте поработаем дело в том что команда 3 имеет различные опции и мы с этими опциями можем поработать опции на самом деле похоже с командой ls поэтому если слсом дружите то есть три тоже и так 3 минус эй эй это олл соответственно мы увидим даже содержимое скрытых скрытые файлы да тоже выведем на экран но у меня здесь скрытых файлов не особо много вот да то есть скрытые файлы вы помните это те файлы которые имена которых начинаются с точки с точки до соответственно вот минус эй тоже выведет эти все файлы так 19 директорий 878 файлов да ну это с эй а без эй без эй 800 ну да видать у меня нету скрытых файлов в моей иерархии но тем не менее если нужно вывести скрытые файлы то опция минус эй пожалуйста тренируемся и так отобразить путь для каждого файла если вам нужно указывать путь для каждого файла соответственно ну то есть абсолютный путь имеется в виду да то соответственно здесь минус f опция и пожалуйста да то есть путь будет относительный чего относительного того места откуда я здесь сейчас нахожусь да то есть я нахожусь вот здесь вот медиа ftp видео т.д. д. 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 п.п. т. видео сисены и 1 а и т.н. да и соответственно вот пожалуйста относительно этого всего я вижу где у меня находится там слайд номер 7 например на то есть вот для чего это опять таки что было понятно что где находится да то есть тоже весьма полезная опция минус f указывает уже путь к тому или иному файлу и так дальше следующая опция минус d соответственно мы выведем содержимое только папок да то есть только директории будут меня в этой иерархии ну и вот пожалуйста да то есть файлов мы теперь не видим только только одни директории здорово на самом деле да то есть вот удобнее чем лс намного удобнее да особенно если учитывать что вот такие вот отрисовки вот пожалуйста 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 так вот кратко я себе вывел ну и что я вижу я вижу то что у меня здесь 17 директорий да вот ну 17 модулей в первой части курса сисены да и соответственно вот 17 моих вот этих вот значит директории здесь собственно и вывелось здорово на самом деле да то есть вот удобнее чем лс намного удобнее да особенно если учитывать что вот такие вот отрисовки и соответственно вы можете это прям так вот красиво все посмотреть поехали дальше следующей опции с которой мы познакомимся коллеги это вы можете указать глубину вывода до глубину вывода но что значит глубина то есть вот я нахожусь вот в папке сисеной 1 айтн да внутри которой ppt внутри которой сисеной т.д.д.д. да понятно да то есть это вот глубина поэтому вывод эту глубину можете тоже задавать ну например 3 минус l большое l да и если указать 2 то пожалуйста вот 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 она да то есть что я вижу я вижу то что здесь есть вот вот корневая папка там да вот корень относительно которого да и вот глубина пожалуйста сисены 1 там вот в 7 дальше можно давать экспериментируем 3 3 да вот пожалуйста уже 33 да то есть вот она как красиво да вот там то есть вот она как красотища да вот то есть вы можете вывести так как вам удобно здорово да то есть вот глубина 3 глубина 3 так глубина 4 это наверное будет уже все до глубина 4 это как раз вот полный рекурсивный вывод содержимого ну чё здорово на самом деле да то есть вы вот так вот можете поэкспериментировать и подобрать собственно так как выводить все это дело себе на экран и так на самом деле весьма весьма удобно так ночью здорово коллеги да дальше можно искать по шаблону по шаблону ну под шаблоны это подстановки по сути там глобинги они тоже здесь работают да поэтому если вам нужно по шаблону то соответственно здесь используем опцию минус п минус п да и соответственно вы увидите вот вот так и так поехали минус f на чтобы путь указывался минус п большое ну а дальше тот глубин который вы хотите так ну какой мне глубин их сделать ну давайте вот так такую подстановку сделаем мод мод да мод мод звездочка да и я нашему вот пожалуйста вывелось там где те собственно директории вот где у меня было совпадение шаблона да то есть мод модула 10 11 т.д. ну и вот пожалуйста так вот вывелось здорово да опять таки лс так умеет нет коллеги лс совсем так не умеет но вот с 3 вы можете вот так вот красиво все это дело увидеть отрисовать и посмотреть опять таки можно можно экспериментировать да я рекомендую опцию минус п большой использовать me с минус fm потому что тогда понятно где сработала подстановка потому что если вот так сделать посмотрите так она не очень да то есть вот поэтому вот такой вот важный момент а то есть вот тоже красиво красиво да то есть здорово и так едем дальше экспериментируем изучаем едем дальше следующая коллеги опция с которой мы поработаем это скройте пустые каталоги то есть если у вас есть пустые каталоги то вы используете опцию минус минус пруны прун или как она правильно читается про это и соответственно вот будет выведена только те директории в которых что то есть что то есть ну пустых пустые будут опущены так 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 значит с опцией минус минус пруны поработали движемся дальше значит можно ли вывести права доступа до коллеги оказывается в 3 можно даже посмотреть права доступа и так пишем 3 минус п маленькие уже небольшое а маленькая и соответственно вот пожалуйста права доступа каждой каждому файлу видны да и каждой директории тоже вы можете сразу видеть права доступа вот эта опция весьма полезно бывает такое что вы там например что-то разворачиваете там какую-то там cms wordpress там дайчут вас там ругается печки а вот что что-то там прав нету еще чего-нибудь да и вот с опцией 3 минус п вы можете прям быстро посмотреть чего каких там прав не хватает и собственно где да то есть в какой там папочки в какой там директории где какие вот нюансы у вас могут возникать да то есть вот пожалуйста тоже с правами доступа красивенько все это дело от рисовалась вот это же опять таки все это дело видно и вы можете вот так вот это дело посмотреть так здорово здорово едем дальше вывод имени пользователя и группы собственников да то есть вы можете посмотреть не только права доступа а давайте 3 минус пак можно посмотреть даже вот в таком формате то есть считаю вас будут вы смотрите полностью все свойства ваших директорий и ваших файлов да то есть вот пожалуйста права доступа но дальше пошел собственники группа собственника собственник и группа собственника да вот такие вот важные моменты то же самое смотрите для директорий видим что это директория собственник группа собственника да и вот вот что за имя здорово да то есть можно ну фактически заменить лс да то есть вот в красивом виде это дело все отображается здорово Итак, движемся вперед. Можно ли вывести размер, коллеги? Да, можно посмотреть. Значит, 3-s маленькое, соответственно, мы увидим размер всех этих файлов. Вот s маленькое, это в байтах. Ну, байты не очень удобно, поэтому можно использовать m, так, m не работает, так, m не работает, так, значит, ага, значит, если сделать минус h, минус h опция h human, соответственно, будет автоматически подставлять, подставлять, да, соответственно, 1.4 мегабайта, 811 килобайт, да, то есть автоматически будет вам вычислять все, что нужно, это опция минус, минус h, минус h, да, ну, все, как и обычно, да, коллеги, то есть вот такая вот, собственно, интересная штука, да, то есть, пожалуйста, тоже, и размер вы можете сразу тоже посмотреть, прекрасно, движемся вперед, значит, ну, или вот, да, кстати, вот важный момент, то, что в большинстве случаев все эти опции можно, можно, можно объединять, да, пак h, например, там, да, вот, пожалуйста, мы увидели не только права доступа, собственника, группа собственника, но и еще увидели размер коллеги, да, то есть, еще раз, опции можно объединять, которые, которые здесь тоже, вот, посмотрите, я эти тоже все поиспользовал, здорово, здорово, да, то есть, вот так можно выводить и смотреть все это дело, прекрасно, значит, можно ли посмотреть время, время последнего изменения файлов, точно так же, коллеги, 3 минус d большое, и, пожалуйста, мы видим, когда здесь что-либо менялось, да, то есть, вот, пожалуйста, April 1, вот, 1 апреля 22 года, что-то тут я вот брал и менял, да, вот, пожалуйста, апрель, 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 так, а что, все в апреле у меня было, так, да, значит, апрель, а не, вот, смотрите, март, март 2, 31, да, то есть, вот, пожалуйста, тоже все это 30 марта, да, вот, пожалуйста, даты тоже видны, то есть, когда вы, что вы там писали, меняли, тоже это дело все можно объединять, да, минус l2, тоже, ой-ой-ой, так, l2, вот, вот, в таком виде тоже можно прям посмотреть, вот, и тоже будет все это дело видно, да, то есть, вот, пожалуйста, вот так по красоте все это дело прям можно посмотреть, здорово, так, прекрасно, прекрасно, да, коллеги, тоже время, если нужно, легко смотрится, да, то есть, команда 3, на самом деле, достаточно мощный инструмент, дальше, узнаете размеры всех подкаталогов, весьма тоже полезно, если вы, вот, хотите посмотреть размеры, то используем опцию минус-минус ду, ду или как правильно, да, ду, но опять-таки, вот, размеры выявились, коллеги, но, но какой важный момент, то, что это все в байтах, в байтах, да, то есть, не очень удобно, да, но тем не менее, в байтах прям подсчитала автоматически, да, автоматически, ну, и обратите внимание, то, что здесь уже размер нормальный, попробуем, давайте, ду h, ду минус h, вот так будет работать или нет, вот, ду минус h, вот в таком формате, да, работает корректно, смотрите, какой важный момент, если вы используете просто 3 минус h, минус h, то размеры папок директории отображаются неправильно, вот смотрите, у меня itn модуль 9 опт 1 и 1 килобайт, да, ну, размер, на самом деле, не такой, не такой, но, если использовать опции минус-минус ду, пробел минус h, то посмотрите, теперь размер выводится уже корректно, 9 и 1 мегабайта, да, 9 и 1 мегабайта, то есть, вот такая вот интересная история, то есть, не просто мы вывели содержимое, вот, иерархически, красиво, но и мы еще знаем размер каждой из этих папочек, каждого файла, вот, да, то есть, вот, пожалуйста, 18 мегабайт, папочка, вы вот в таком духе можете все это дело отображать, прекрасно, да, на самом деле, все это очень здорово, так, запишите результат работы в файл, вот это тоже весьма полезная опция, коллеги, то, что вы можете в конечном этапе все это дело записать в файл, да, причем, ну, не просто записать в файл, там, да, а можно еще и поиграться, значит, давайте еще используем опции пах, по-моему, там, да, мне понравилось, минус пак, да, вот такое вот, вот так вот так пробел, да, здесь вот так вот пробел, значит, смотрим, вот в таком формате, красивом все, да, с выводом размеров, там, да, вот оно, красиво все потренировались, теперь давайте добавляем опцию минус о, минус о, и запишем это дело все в файл, файл будет, да, значит, ну, давайте так и назовем его три файл, точка тексты, тексты, да, нажимаем enter, так, все произошло, ну, и теперь лесом мы можем красиво это дело все посмотреть, значит, так, что там, binary файл, binary файл, как это binary файл, ну, давайте смотреть, ага, ага, вот он, его считает binary, знаете, почему, потому что там есть псевдографика, вот эти вот все стрелочки, стрелочки, которые, вот они, да, скобки квадратные, он, видите, считает, что это псевдографика, да, и, как бы, за этого думает, лес думает, что это все не очень, не очень красиво, вот оно, да, то есть, вот, вот, но, на самом деле, оно все корректно выводит, то есть, где это дело дальше использовать, я, например, когда-то, вот, использовал это дело для того, чтобы можно было ввести содержимое, архив, да, то есть, вот у меня большая папка, на самом деле, это у меня подключен storage box, хэтснеровский, да, то есть, там, 5 терабайт места, я специально, когда, вот, вот, готовился к сегодняшнему мастер-классу, да, думал, на чем это показать, все, чтобы оно наглядно было, ну, и, соответственно, это все у меня на storage box, да, ну, давайте я его открою, чтобы вы увидели, как оно, на самом деле, красиво прорисовывается, я открою его, значит, в Total Commander, в Total Commander, и мы это дело все с вами увидим, да, значит, ну, и вот он открылась у меня, и так, вот мой файл, 3файл.txt, ну, и я вот открыл его, видите, этим листером, или как он там называется, вот, и вот так это дело все красиво у меня отрисовалось, да, но, опять-таки, псевдографика, так, не знаю, так, вот, вот оно, да, вот, да, ну, тут кодировка, то есть, какая-то кодировка там используется, аски, не аски, да, ну, вот оно так красиво все это дело отобразилось, здорово, на самом деле, да, то есть, можно это дело все использовать, так, если открыть блокнотом, ну, блокнот, видите, не очень с этим хочет работать, ну, обычный виндовсовский блокнот, там, да, но если взять и, наверное, открыть с помощью Notepad++, то будет, я думаю, что будет, будет нормально, и так, давайте попробуем открыть Notepad++, мне кажется, что будет нормально, но Notepad++, да, то есть, он думает, что, что это какая-то псевдографика, и тут, видите, escape какие-то там подставляет, но вот красота, коллеги, на самом деле, то есть, вы можете вот таком виде все это дело выводить, смотреть, и тоже весьма будет все красиво отображаться, здорово, здорово. Так, ну что, коллеги, я добрался до конца, и так, если у вас получилось все, как у меня с командой 3, ну, или приблизительно, как у меня, пожалуйста, с вас цифра 1 в чат, ну, или в комментарии, это означает, что вы супер-пупер молодец. Ну, на самом деле, коллеги, это не все опции, значит, еще дополнительно. Итак, 3 пробел минус-минус help, вы можете почитать help. Кстати, обратите внимание, то, что 3 может, может генерировать вывод в html, это тоже весьма-весьма полезно. Вот, поэтому, поэтому, вот, пожалуйста, минус h, да, опция минус h, и, пожалуйста, опять-таки файл, и будет у вас красивый html, который потом можно куда-то закидать, там, если у вас там какая-то школьная библиотека, еще где-то какие-то такие вещи, там, да, вполне сразу все может генерироваться. Ну, и, понятное дело, JSON тоже автоматизация здесь тоже присутствует. То есть, опций здесь реально очень много. Вот, чарсет, коллеги, тоже, керсет, извините, да, или как правильно читается, значит, можно использовать различные кодировки. Вот, вот, вот тоже все это дело весьма здорово работает, да, то есть, вот такие вот интересные опции здесь есть. Вот, ну, я, собственно, вас пытался вас познакомить с основными. Итак, это была опция минус-минус help, ну, и man-страницу тоже никто не отменял. Man-3 здесь прям уже прям совсем детально, да, то есть, пожалуйста, посмотрите, вот, да, какие есть, значит, здесь, да, ну, вот те опции, которые я вам показывал, там минус пруны, например, там, да, вот, корсет тоже, вот, пожалуйста, можно использовать для генерации того же HTML, весьма полезно. Вот, минус do, вот опция, весьма полезно, да, то есть, вот такие вот, собственно, моменты, коллеги. Поэтому посмотрите, команда 3 весьма классная, да, то есть, вот, минус x, значит, это будет XML, вот минус h, это будет у нас, собственно, HTML готовый на выходе, можно title подставлять там, да, можно, кстати, обратите внимание, то, что можно генерировать сразу ссылки в HTML, да, то есть, вот, на каждый файл будет отдельная ссылка, то есть, еще раз, утилиту 3 очень удобно использовать для генерации содержимого, содержимого вашего, там, FTP сервера или, там, какого-то файлового сервера, там, да, где вы можете, вот, все это дело, ну, и потом, там, свою библиотеку или школьную библиотеку, да, то есть, вот, вот, все это дело организовать. Вот такая вот полезная, собственно, утилита 3, которая наверняка вам пригодится. Итак, коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, задавайте, кому был полезный сегодняшний мастер-класс, коллеги, оцените его лайком, лайком, вподобайкой, ну, или нравликом, ну, или вообще палец вверх поставьте, если вам это дело было все, вот, значит, полезно сегодня. А если для вас интересны линукс, сети, кибербезопасность, программируемые системы, то я вас, коллеги, приглашаю к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания в формате learning by doing, ну, я вот так вот делаю, вы за мной повторяете, и, соответственно, у вас все получается, да, то есть, очень просто учиться, берешь, делаешь, есть результат. Поэтому приглашаю вас к нам на курсы, ссылочки есть в описании под видео, под этим видео, в чате, поэтому приходите. Самое важное, то, что вы на выходе получите международные сертификаты, мы даем скидку на международные сертификаты, и помогаем с трудоустройством в большие международные компании. На этом все, ассалам алейкум, мирному вашему, берегите себя и своих близких, несите тяготы друг друга, помните, коллеги, что сила в единстве, поэтому, если у вас что-то не получается, то пишите вопросы под этим видео, я с удовольствием на них отвечу, ну, и вообще, вся наша команда будет вам помогать. На этом все, до свидания.